Отец таким даже не знаю, не видел, где все, не пойду никуда. Ну то есть, здесь уже все пошло у крушения, стремительное погружение в бездну. Так, что же случилось с тобой, дорогой Роман? В тех недавних видео не увидела ни малейшего намека на сегодняшнего Романа. Быть может, ты слишком идеализировал жизнь Потеряевки? Но тут живут реальные люди, и нужно быть терпимым. Нет, так Потеряевки никак не относятся, там земля плоская. Кто это? Он приехал-то, вы уже не знали это, да. И дальше-то, что вся патриархия, еретики, патриарх, еретик, там сатанисты, что угодно лепит. Он уже полностью, совершенно, как вот я называю маленькую собачонку, бьют от забора, насыпит, тащит. Таким сатана играет сейчас. Всякая нечистота, все враги, отступники, еретики, все на него сошлись. И хвалят, и гладят его. Как сатана говорит, бороду гладил ему и целовал во житиях святых. Да, Господь оберегает Потеряевку, но и сатана не дремлет, всячески стараясь разрушить ее. Ну, это думает, что Роман еще не все сделал, ну, он там ковры у них жгут. Я сказал, это, конечно, опасно, если эта дорога пойдет. Он сам выставляет эти ролики, а не шестерку. Вот их украшения, вот под ногами, это разное, ну, закругление. Везде шестерку подрисовывает, шестерка, и вытаскивает ковры, и все сжигают. Бензин его обливает и показывает, как. Если он так будет, я предупредил Игоря, смотри, чтобы он не спалил вас. Если только этим дорогой пойдет, ну, ему другой, пути нету, только одна. А дальше, дальше петля на шею. Особенно нападает на вновь прибывших насельников. Да. Мы помним, что было с Володей Пащенко. Сюда же можно отнести и Иоанну Савченко. И вот теперь Роман. Да. Это я так поняла. Господь попускает это, чтобы испытать прибывшего. Кто силен, или кто силен, тот и устоит. Неужели ты, Роман, оказался слабаком в деле борьбы с сатаной? Ты зашел уже далеко, но это не конец. И Богу все возможно. Я так радовалась о том, что ты прибыл в Потеряевку. Мастеровой, трудяга. Ну, просто находка для нее. Одержи победу над сатаной. Вернись к нам. Мы же с Христом. Со многими слезами молюсь о тебе Богу, дорогой Роман. То есть все друзья, близкие, все сделали себя врагами. А кто? Никто не сделался, такие были и есть. Это ты сделался таким? Каким ты приехал? За это время мы ни один не изменились, никак. Значит, у тебя что-то там было. И теперь, а вот если он покается? Покается, года два минимум надо на отлучение быть соглашенными. Почему? Еретиком стал. Он еретик полноценный, стопроцентный. Хулитель. Вся церковь православная во всем мире пал. Он воюет с какими-то шестерками, нэнэн. Видно, что заплутался. Дальше некуда. И выискивает, и выискивает где-то. Ну, где-то написано, что из-за нэнэнэн. А он даже сейчас скажи ему, он и не выговорит, что это означает, нэнэнэн-то. Это уж я знаю, грамоты никакой нету совершенно. Абсолютно, стопроцентно неграмотный вопрос. Ну, вот когда он приехал сюда, ну, у нас по утрам мы считаем псалтирь, одну славу, и молитвы. И Господу Христу, и Ангелу Хранителю, и Божьей Матери. Ну, и Володя считает, потом считает Никита, а потом считает, далее Роман начал считать. Я даже остановил, Роман, ты что так считаешь-то? Как будто бы неверующий считает, насмешка из такой в голосе прямо звучит. Ну, я-то это увидел сразу. У меня это не секрет, что это есть. Это уже первые дни, ничего еще этого не было. Я говорю, ты знаешь, что, запиши это, когда считаешь, на магнитофон, а потом прослушай. Так было, нет? Да. У меня подтвердят. А как узнал? Ну, внутренним голосом. Ну, он-то считает, да, ну, что спотыкается, считает, не понимает. То есть грамота, мизерная грамота. А внутренне вообще не смотрит. Галина Врейска пишет. Как говорится, вступила в бой, надейся на победу. И все-таки последняя скорая помощь, кавычках, правдолобым, пришла на моей молитве. Про Новый Иерусалим из любимой книги Романа Малыша. Откровение 21-27. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи. Это тебе, Рома Малыш, про земной блин и о спасении. Да что интересно, я говорю, тебя никто не переубедит. Почему? Дух лжи вошел внутрь. И доказывать ему ничего нельзя, только молиться, после молитвы оказать любовь. Только любовь. Больше ничего. Он сейчас один запертый, неделями сидит там в железном контейнере зимой. И батюшка говорит, ну, хоть позвоните, узнаете там. Как-то неудобно к батюшке, то он абсолютно не принимает там. Просто враждебно настроен. Как оттуда вызвали-то, он сидит, живой или не живой-то, хоть ответил бы. Ну, представь, одному быть отца, совершенно одному, он не вылазит с интернета. И подбирает всякую пакость, где бы что ни было. Какой-то старик, все, я нашел духовного отца. Кто? Какого? Где он рукоположен? Какое отношение с... Ничего это не надо, он нашел. Говорит, хоть черту на спину заскочит, дорога будет держаться. Вот такое есть выражение. И он теперь под меня начал подыскиваться во всех врагов, кто про меня еще скажет. То есть опоры никакой нету. Ну, он ехал-то из-за того, что мы познакомились с ним. Со мной же познакомился-то. А раз враждебно, ну, и все, ничего у него нету. Ни одного нету, никого. А где-то кто-то далеко. Далеко где-то? Ну, так ты и поезжай туда. Зачем же туда-то заехал-то? Ты ехал, ты знал, что тебе близки именно эти люди. А вот что значит. Сейчас скажи ему, не смотри интернет, он не сможет. Только молись ему, советует, постись. Он не будет этого делать. Интернет, если отнять от него сразу, все. Он головой в железный контейнер разобьется. Он совершенно ничем не занимается. Что дальше? Далее. Он что вот это считает? Допустим, не склоняйтесь по чужое, ермо с неверными. Ролик называет он. Так это тебя касается-то. Он не понимает, что считает, все против него идет. Он не понимает этого. Сатана полностью закрыл глаза, заляпал ему глаза. Он во всех видит где-то обман, мировой заговор. Вот это все есть. Это и есть болезнь. Это уже болезнь. И не только духовная. Она внутрь проникла его. Разлагает мозги и тело. Дальше. Евреям 13.17. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Пороснись, Роман, и пой псалмы с Богом и заботой, Галина Влеська. Надеюсь на здравый смысл и молитвы. Все. Владимир Ганган. Или Ганган. Игнатий Тихонович, у меня такой вопрос. Я поверил в то, что вы проповедуете. Могу ли я креститься рукой, если я крещен в детстве? Даже не знаю, полное погружение было или мочение. Ответьте, пожалуйста. Да простит нам Христос и Иисус наши грехи. Аминь. Никите, передайте привет с Приднестровья, поселок Карманово. Принял. Игнатий Лапкин. Можете. Определитесь с крещением, ибо это чрезвычайно важно для будущего. Никита принял привет. Аня. Здравствуйте. Спасибо вам за то, что вы доносите людям то, что так трудно для нас понять. Когда я вас смотрю, я плачу часто. Дядя Игнатий. Моя душа кричит. Не хочет погибать. А я очень грешная. Осознавать стал не так давно. Но нет рядом церкви, куда я бы пошла. Вот когда мужчина, там я старый. Такой грех. Только блуд. Больше ничего здесь нет. Это не воровство, ничего. Аборты у женщины, добавка еще. Аборты и блуд. Ничего больше нет. Вот смотрю вас, вы как маяк во тьме. Хочу поговорить с вами, но пока не набралось смелости. Я правда не знаю, могу ли я, женщина, говорить. Ну, что бы то ни было, Господь зовет, как прощает. Я вспомяну, говорит, прежнее. Дальше. Наталья Усатая. Мир вам, Отец Игнатий. Спаси Христос вас за поэзию. Прослушала. Очень хорошо по Библии написано. Самой аж тошно. С каждым днем понимаешь, что хуже болезненной и пакостной, чем женщина нет из творений Божьих. Внимательно слушайте. Я даже не рада, что женского пола родилась. А когда я уверовала через Евангелие и поняла, кто я, не рада была, что на свет родилась хуже, чем животное. Даже животное так не поступает, как человек. Правильно говорит. Златоуст говорит, даже с демоном нельзя сравнивать. Демон не блудлив, не серебролюбив, а человек и это имеет. Благодарю и земной поклон от меня, Отец Игнатий. Не могу понять, почему так большинство людей имеют мнение о Игоре Дыбунове. Мне он нравится. Даже другие подметки ему не годятся. Когда он не приветствует на собраниях... Не присутствует. Не присутствует на собраниях и на занятиях. И вы, даже не интересно, много знает, любит Христа, с больными ногами в мороз ходит и раздает Евангелие, может ответить сектантам, горячей вере, даже похвально, таких бы побольше. Он одним словом вправит мозги, чтобы понимали правильно. А Борис, такой человек, через многое прошел, преподает, а терпение никакого и у Марины, а учить других хотят. А хорошо, что в скапе можно выговориться и понять сущность человека. Романа жаль, молюсь о нем, сама была в таком состоянии, только у него в запущенной форме. Борьба идет с самим собой, это самое тяжелое. Самое страшное, чтобы разум не потерял и веру, и обещание Господу в крещении доброй совести. Тут одно поможет закрыть его... Закрыть его в помещении? В помещении с голыми стенами. Ничего не давать, читать. Четкие молитвослов, святую воду, просфору, ни с кем не общаться и помолиться по согласию, кому эта душа не безразлична. Ну, сейчас бы с Романом кто-то договорился, он согласился в течение одного месяца, хотя бы одного месяца только. Вот что она говорит сделать? Не пойдет на это, по страхам смерти не пойдет. Чтобы ничего не было, нигде он ничего... Евангелие посчитал там молитвослов и все, и молился. Не пойдет. Не в жизнь, потому что жизни другой-то уже и нету. Все то разрушено, а которые вокруг-то вякают, а у них ничего и нет. Ничего нету совершенно. Пусть он все осмыслит, что с ним происходит. Тогда он поможет результат. Он не может думать, вы никак не поймете. Подсатана запечатал полностью. Так муж мой неверующий помог мне. И ваша молитва, это страшное состояние, в котором он находится, все перетолковывает на свой лад. Так и другим соблазн дает. Он за это еще и ответит. За священников тоже молюсь. Одного из них знаю, Головина. Вы просили на собрании, кто хочет. Слушала архив номер 117 с отцом Дмитрием Дудко. Услышала голос отца Наума, вашего крестника. Он тоже там присутствовал? Да, присутствовал. Посоветовала и Валентине с Артисон послушать. Как-то она его попропустила. Хороший ролик и рассуждение. То есть оба они, Валентина и вот эта усатая Наталья, в Германии живут? Без вашей помощи не ответить на вопрос. Именно так я и поняла о страдании Спасителя и о кресте, когда благодать Духа Святого коснулась меня. Я даже спать ночами не могла. Спаси Христос, всю общину и кто помогает. Да будет им во благо и спасение души. И вот что Роман сегодня мне скинул. И с ним, который там есть на него, наседает. Я по счастям буду. Ни одной буквы не упущено. Прямо оттуда перекопировал, там мелко все. Так, Юрий Андрющенко два часа назад написал. Роман, непонятно где еще слова читаешь. Почетче речь выговаривай, выстраивай. Ну он не может по-другому. Это напрасная просьба. Мыщит, мыщит, сидит. Ну нет, ну надо учиться. Жизнь-то прошла уже. Хорошо сделал, что Лапкина его же сочинением придавил. Понятно как. У меня было такое, придавил. На меня когда нападали в детском лагере. Это 99-й год был. 1999-й. И лучший, самый журналист, сам лицов Александр. В московском комсомольце на Алтае. И заголовок такой. Лапкина прихлопнули. А тут придавил. В эту же осень его нашли убитым. Все. Больше нету. Вот это вот придавил. И чем придавил? Его же сочинением. А он берет 30-й том. Он не понимает, что это не мои слова. Там нет ни слова. Там в кавычки взято. Я беру то, что говорят люди, и дальше объясняю. Так он что я объясняю, не берет, а вот это ко мне приписывает. Это совершенно сумасшествие. Если в Библии написано, что нет Бога, ну впереди ты прочитай, сказал безумец. Не просто нет Бога, а сказал безумец. И здесь моим сочинением. Ну, при сочинении я не сочиняю ничего. А во-вторых, моего там ничего и нету. А там Андрей Кураев увидел. И, знаете, просто пласты поднял, забытые нами. Дальше. Он много раз повторял, что не меняется его мнение. А по факту, такого изворотливого ужа еще поискать надо. То есть, я уж изворачиваюсь, дед. Он может доказать. Нет, конечно. Это Роману. И Роман это все сглатывает. Так разве, если ты не ему друг, а нам, так ты бы сразу восстал и сказал, ну хотя бы спросил. А где он изворачивается? Где? Вот я вчера говорил так, а сегодня так. Ну где найди? Минимум за 55 лет. Вот Роман, действительно, он стал другой еще. Так. Лапкина воспитали диссиденты. По-современному пятая колонна. А точнее, враги и России, тогда Союза, и Христа. Вот смотри как. Как постепенно. Значит, диссиденты. Я не знал. Никто меня не воспитывал. Все ложь, 100%. А почему? Сатана находит своих тружеников и дальше. По-современному пятая колонна. Диссиденты пятая колонна. Да пятая колонна, это какая колонна-то? Те, которые за Христа страдали. Верующие. И он их перечислять будет. Зою Крахмальникову. Тут ненавидит Александра Мения. Дальше. Кумиры. Никогда кумиром не было. Недого слова нету истинного. Ложь. Дальше. Почитаю, что пишут настоящие христиане. Большой буквой настоящие. Александр Мения, Зоя Крахмальникова и прочих кумиров. Во-первых, кумира, я говорю, никогда не было. Нет, мы беседуем и видно, что вопросы задаем и дальше. Хотя бы их биографии. Сразу многое поймешь. Например, письмо митрополита Антония к отцу Александру Мению. Ну, а я какое отношение к этой имею? Я с Александром Мением беседую и противоречиваю, и говорю, и выставил. Интересно, берут из моих, так у меня все открыто. А ты такой, кто написал? Нет ничего. Ну, ну хоть покажи лицо свое, кто ты. А меня-то еще, как говорится, голыми руками можно брать. Это 41 книга. Биография. Написано, что обо мне было. Справки, которые. Когда на психиатрической экспертизе был. Ну, вас-то не проверяли. У меня проверили, и чем закончилось? Ничего нету, можно судить. Вас-то не проверял никто. А вас и проверять не надо. Так видно, что лгунишки. Дальше. Так, ознакомься также с диагнозом Игнатия Тихоновича. Есть на его форуме. Удивишься, до чего точно советские психиатры описали тип его личности. Ну и какой? Что они описали? Что была допущена ошибка. Там, то есть, было что-то, ничего нету. А потом, злоупотребление советской психиатрии. Злоупотребление. У нас нет политических каких-то противников. Хрущев сказал. Вот так. Дальше. Давай. Ему самому что-то говорить бесполезно. Пытались очень многие. Самый толковый разбор у Максима Степаненко. Максима Степаненко. Какой разбор с Максимом Степаненком. Хорошее отношение. Он много своей жизни пересмотрел, говорит, благодаря то, что здесь был, принял крещение. А вы какое к Степаненку имеете отношение? Вам характеристику может дать? Нет. А как дать? Он вас даже не знает. Хороший также, что Козлова. Хороший также Сергей Козлов с Александром Андрусенко, с их обличением Игнатия Тихоновича. Подождите. Я уже открою секрет. Я давай уговариваю Сергея Козлова. Давайте мне разбор сделайте с Андрусенко. На него. Ну, они все знакомые мне. Ну, как будто бы не договаривались. А вы договорились между собой. Там самое такое что-то найдите. Едущее такое против меня. И поговорим. То есть это мы составили режиссуру такую-то. И мы не открыты. Это они не понимают даже. С их обличением. Какое обличение-то? Тут он говорит, не обличением, а обличением. Они меня облекли. Облекли они меня. Надели меня одежду нелживую. Первая беседа с Дмитрием Кузнецовым. Ну, давай. И посмотри, что с Дмитрием Кузнецовым. Кто он? Никто. Он баптист? Нет. А кто? Сам по себе. Евангелие переписал. То есть наполовину выбросил. Где-то как-то. С Дмитрием Кузнецовым? Ну, где? Это враг. Враг церкви в первую очередь. Нет, он никакой. Мы не встречались никогда. Не враг. И он ничего не знает. Священства не надо. То есть он вместо священства будет. Самых врагов какие только есть. И что? Ну, увы. Это все об стенку горох. Ну, горох об стенку, так это можно горочницу сварить. А у вас даже гороха нету. Лапкин слышит только себя и тех, кто им восхищается. Ну, это совсем никуда не годится. Когда книга у меня вышла, для слова Божия нету. А я после освобождения знаю, что если человек реабилитирован, то ему обязаны дать по его требованию. Дело его. Вот сколько на меня было, там, 4-5 томов. Должны дать. Я могу выписать. Я днями сидел, выписывал. И что обо мне говорили враги. А потом мне верующие делали упрек. Зачем вы это написали? Никто бы про это не знал, что на вас... Нет. Я уважаю свои считатели. Ко мне это абсолютно не относится. Вот когда, сказать, свидетель у меня был отец Геннадий Фаск, и он говорит, у православных есть такое, что ложь во спасение. А ради того, чтобы кого-то спасти, можно солгать. Игнатий как раз тем отличается, что он никогда не допускает. Умереть, значит, пусть умрет, но лжи не будет. Или сказать так, чтобы спасти человека, но не сказать неправды. У меня это все... Я все это выписал. И они берут то, что я о себе говорю, и они теперь это берут. Так если бы я знал, что это вред какой-то будет, зачем бы я опубликовал-то? По-вашему, даже рассуждать-то. Ничего нету. В православии есть духовный диагноз подобного состояния. Прелесть. Не зря он это слово так ненавидит. А вот это, что роман, это не прелесть, ничего. Вот я не люблю это слово, но тут стопроцентная прелесть. Он ищет таких, которые там где-то что-то сказал, но только против церкви. Тебе же, брат, желаю выстоять до конца. Да. Попробуй просто пока отойти от апокалиптической тематики. А вот этого ему не сделать. Даже ему тот, который подошел, тоже лжец такой же, ну, не до какой степени еще накатился-то, потому что он не имел того, что роман имел. И то, говорит, эта тема-то тебя сгубила. Дальше. Не волнуйся, если есть на то воля, с большевых букв, мученичество мимо тебя не пройдет. Ну, конечно. А как, если ты на дороге будешь на каждом шагу нарушать, тебя милиция давить будет? А что на тебя смотреть-то будет? Ты для всех будешь как вошь на раскаленной сковородке где-то, плите. А зачем ты нужен на земле вообще, если ты против всех идешь-то? Ты объявил войну? Ну, войну тебе объявят точно так же. А ты не выйдешь, у тебя ничего для этого нету. Не такие выходили, и все раздавлено. Так у него соратники... Это ничего не значит, что нету. Соратники найдутся везде. Находились у врагов. Находились у тех, кто на Христа. Говорят, ты посчитай евреям, что говорят о Христе. Где он находится? В аду, кипит в огне, в огромном щане с дерьмом человеческим, которое захлестывает. Это о Христе. А сатанисты как говорят? А о Божьей Матери что они говорят? Так это целое общество. Речь идет не о двух людях. Ты посчитай, что сектанты говорят о церкви. Так это идет уже о сотнях миллионов. Тебе-то зачем это нужно? Ты ищи истину, молись. И вот сказала в леске, да отлажи это. Исключи, давай. У тебя нет... Вот мне, допустим, необходимо быть в интернете, потому что я выставляю материалы большие, огромного значения, полностью златоустно считан, могу житья. Вот это ничего нет. У Романа-то голый. Голый. Ничего нету совершенно. Он даже считает, и то там по букве тянет, тянет, все, он уже полностью выдохся. У него уже ничего нету. А эти-то, которые на него наседают, они все одинаковые. Он сейчас мне ролики дает, наводнение, там, в Англии, или Париж уходит под землю. Ну, какая мне разница, до Парижа, до Англии-то. И он сейчас роликами меня заваливает. Ну, я смотрю, что можно смотреть, но вижу, никакого отношения не имеет, никакого. Дальше. Мужчинишество не пройдет. Вот сегодня он дал такое. Вот, саранча, которая на чип будет лететь. На чип лететь будет. Лететь на чип. Вот, дальше находит. Наталья Усатая. Схим, схем, 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 это схема, там, Иаким, Пар. А, а, схема, Иаким. Было время, слушала, но 70% из того, что говорит, не соглашусь. О рождении свыше не говорит. Не говорит, все. А не говорит, значит, еще и нету. О благовестии тоже. Лексикон не евангельский. Он приехал сюда, и вот тут как рощи хвостили, и все, сгой сгинул. Вот как с Ориона, Энтео. Все, везде дрался, дрался, и вдруг патриархия сама восстала, Божья воля. Хлопнули, и ничего нету. Нету, вообще исчез, как будто они же раздавили. Мои труды берут уже сколько там, 15 лет исследуют. И ни одного слова нигде не скажут. Да нигде это, там, Дворкин специально. Миссионерские отделы при епархиях. Киево-Пещерская лавра. В Одессе монастырь, это которые занимались моими книгами, мне все сообщают оттуда. И что ни одного предложения мне не представили в обвинении. Я спросил, почему? Мне сказали, а что, говорят, они самоубийцы разве? Им лучше не вылазить. Они зайдут на наш, ну, меня можем брать, 9500 роликов. 9500, у Осипа только 1200. Так он дальше сам-то говорит неподтвержденное у нас все по Слову Божию. Это не, ну, чего же меня не брать-то? Столько книг, и столько видео, и сайт, и мой мир, и везде все, и форум, 1600 тем. И ни одного обвинения нету. Что это означает? Наш епископ Евтихий, он у нас был 13 лет епископом. Мне один священник пишет, скажите, вот как приезжает епископ у нас, говорит, такие поборы делают, ну, до нитки раздевают. А есть ли такие епископы, которые поборами не занимались? Я говорю, есть. А кто? Я говорю, Евтихий, Курочкин у нас. И что? Ничего, рубля никогда не требовал. Он в ботинках приезжает, даже носков нету. Строит один храм, жесть, спустится вниз с колокольни, прицепит за веревку, теперь кверху лезет, а один поднимает. Ну, найдите еще одного такого. И он говорит, Игнатия вам никогда не завинить в неправославии. Он суперправославный. Это его слова. Дальше. Дальше. Лисикониево ангельский. Священное Писание на втором месте. Да не на втором. На 22-м. Люди спрашивают, что мне делать, чтобы спасти душу? Точно не дает ответ. А всего лишь надо покаяться и признать себя самым погибшим грешником. Никто, кроме Христа, не поможет. Женщина, которая живет за мусульманином, и она дает ему совет из Германии. Архимандриту. А у него Архимандриты там про него как показали, какие были там, что было, где. Ну и все, расколотили его. Все о монашестве. Защищает монашество. То есть совершенно не евангельское устройство. Спрятаться от мира, когда написано, идите по всему миру и благовествуйте. Как можно стать миссионером? Или он говорит, нужно идти в миссионерство. Идет и говорит, нет. Нет. Или не понимает, что это такое. Оно только от Господа и благодати Святого Духа. А чтобы это приобрести, надо родиться свыше. Это избрание Божие. Вот так. Об общине. Из кого монахов? Почему за столько лет практики не создал общину? Вот вопросы задает женщина. У него хороший, понятный английский. Если часто слушать. Так он в Америке живет. Ну да. То можно и говорить. Как он. Внятный, понятно, хорошо, доступный к переводу. Его можно понять и без переводчика. Ну а понять, что опять к тому же вернешься, что монашество. И дальше, и дальше, и дальше. Ну вот смотрите. Я открыл все. Что тут еще кто-то тут? Звонят, а то другое в это время. Ну и открыть наши ресурсы, показать. Вот мой мир. Вот сегодня сколько выставлено. Что выставляет по книге. События. Дня. Вот проповеди. Вот про малыш роман, что есть. Каждый день у меня идет сейчас по 15, по 18 роликов. Ежедневно. Печаль сатаны насчитана, тьмы к свету. Это по всей литературе дореволюционной я выискивал рассказы. Там и тут здесь есть Лев Толстой, стихи. То есть очень богато. Это номер уже пятый. Пятый. Пятая пленка идет. Ну и дальше у нас хороший большой православный форум. Я говорил уже, заходите тут. И вот. Это что у нас? А, это мы сейчас смотрели. Надо показать. Какой интересный вчера день был. Ну а сегодня у нас получается уже 31 января. За вчерашний день этот отчет идет. Вот оно идет здесь. Сейчас пойдет одна тема. Называется уже, тут 12 роликов Даниила, 1127. Я сейчас открою первый номер. Еще не поставил его. И считает его. Сейчас вот послушайте. Я открою. Кто считает. Тех привезти в церковь и во церковище. Вопрос. Как вы... Даша. Я очень осторожен. С одной стороны проявлялись какие-то... Это записи. Это фоциалистические. Разные люди, где я был. Писатели, поэты. Здесь сейчас будут выставляться. Я не знал, что тут будет. Более ранее сейчас возьму. Так, это 11-й, 10-й, 9-й. Ну-ка, сейчас 9-й попробуем раскрыть. Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но если человек преклонится пред тем, то уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Идет борьба. Сатана хочет доказать, что и он, могучий дух, может строить царство только на иных принципах, чем Бог. В 579-е. То есть это считает Геннадий Михайлович Яковлев, ставший еромонахом Григорием, который назвал себя там Кришнаитом, убил его, отрезал голову, в алтаре на престол бросил, в туре. Это он начитал в моем доме. Он говорит, это самые счастливые, самые плодотворные дни мои были. Это человек-историк, двоюдный племянник, главный идеолога Советской компартии Суслова, Михаила Андреевича. Это он начитывает, вот по этой теме, будущее судьбы мира. Я материал собирал около 14 лет. Это и творение святых отцов, и вся пресса зарубежная, советская и дореволюционная. И вот сейчас, с сегодняшнего дня, по одному ролику буду выставлять. Ну вот и все. Еще что у нас тут? Ну, во свете православный библейский сайт. Самое главное, это вот справа, вопросы и ответы. 4124. Ну, на этом все.